так в этом видео хочу сказать про свою покупку это дешевая болгарка борт бвс 905 с регулировкой оборотов стоит она купил я вернее за 1900 с рук новую видимо кто-то стиснул из магазина или чё вот короче я купил по авито в общем для чего я взял ну во первых здесь регулировка соответственно я предполагал что я ее сильно нагружать не буду она мне нужна для заусовки плитки сами понимаете там как бы больших мощностей не нужно нужно чтобы болгарка была легкая вот и у нее что было регулировка оборотов то что здесь есть и самое что также немаловажно в этой болгарке то что она компактная и например сейчас я с помощью этой болгарки выполнил следующую работу он очень низко от потолка и задача следующая опустить вент-короб под потолком и соответственно чтобы здесь вот все было ровненько короб проходил отсюда соответственно вот эта болгарка она вполне себе пролезла в этот проем я сделал надпил и здесь здесь и потом вот так вот срезал вверх вот это первое и второе то что я сделал сейчас покажу в туалете так ну и второе это уже туалет интересно фонарик включится нет режиме записи отключился здесь тоже короб только единственно его размер уже более он меньше то есть уже болгарка до не лезет пришлось сделать отверстие и соответственно его на удобно засунул она маленькая тоже и соответственно сделал обрезок здесь потом ну как вот это все там обрезал и вытащил вот больно немного не расскажешь потому что болгарка за 2000 рублей самая дешевая болгарка я думаю что я позвоню цен до не знаю 4500 они все примерно одинаковы и живут они все примерно одинаково все-таки меняются легко выключатель работает хорошо не замыкает не заедает блокировка есть комплекте идет ключик защитный кожух я видел в интернете они бывают двух типов есть то тот где нужно ключом откручивать у меня как раз такой есть те где быстро сжимать то есть таким механизм ручка тоже есть гарантия 5 лет это все фуфлор посмотрите другие видео которые делали на их редакторе делали обзорные это все херня но болгарка за 2000 какой гарантии регулировка работает видел видео где скажу что регулировка что-то там строить и цифрике только работы у меня работает с 1 1 это 0 болгарка стоит 2 соответственно немножко крутится и дальше по нарастающий принципе покупкой пока доволен сегодня первый день брал я как раз повторю из-за компактности легкости и регулировки оборотов нагружать ее не собираюсь я буду делать заусовку и всякие подпилы доступных места ну и уж поскольку начал запись про обзор болгарки скажу про свою основную болгарку это макита до 5021 c тоже 125 болгарка 1450 ватт кстати борт написано 900 ватт 1450 ватт сделано в сша будем надеяться вообще я работаю уже где-то 4 месяца что здесь удобно здесь как раз кожу защитный на вот таком быстро съемном механизме тоже есть ручка блокировка так что еще у нее достаточно удобный хват то есть кнопка не на корпусе а вот где ручка есть лампочка которая показывает в сети или не сети и защита соответственно от непреднамерного пуска здесь как бы надо вперед и нажать естественно провод у нее мягкий кстати у борта проводок ну в меру в меру нормально это болгарку у меня есть поскольку 1350 ватт она и штроборез и болгарка и все остальное в основном пользу я конечно же ее брал я ее за 5000 с рук ну я тоже брал новый там как получилось там получилось что фирма закрывал закрывалась и распродавала свои запасы скотские и как раз у я уж не знаю это кто бригадир там или хозяин фирмы он сказал что у него две такие болгарки новые багажники а их собственных и видел одну взял я ну так вот не с этой болгаркой а так у нее розничная цена примерно 10 или 11 даже тысяч ну и поскольку сейчас на ней насадка одета механика и в дастер 125 скажу что тоже свои функции она выполняет пыли практически нет как многие говорят обзорах процентов 90 она отводит нормально пылесос пылесос подключен обычный практик из леруа мерлен сам дешевый до 500 стоит принципе его хватает сосет нормально в общем были значительно меньше значительно крепится тоже быстро вот так вот на стандартный на стандартный защитный кожух вот так она цепляется вот так столько места еще остается можно даже заколхозить сюда второй диск через специальную шайбу и будет полноценный штроборез шириной с шириной штробы где-то в сантиметр то есть вполне это себе можно реализовать в принципе наверно как-нибудь это и сделаю на это все всем пока